Дубай Дубайский апокалипсис Сегодня Во-первых, давайте сразу отметим всякие родственные связи с предыдущими играми линейки Spec Ops Они мало того, что по качеству находятся на уровне дачного туалета, а лично у меня он не очень Так и связаны с нашим сегодняшним субъектом лишь двумя словами в названии The Line полностью самостоятельная игра Игра в жанре боевика третьего лица, в котором под нашим руководством оказывается капитан армии США Мартин Уокер и два его боевых товарища Так что, собственно, за горе постигло эти края? Природа в очередной раз решила показать назойливым людям, кто на земле хозяин и устроила полномасштабную песчаную атаку на Дубай Город стал непригодным для жизни С целью спасения и эвакуации населения туда был отправлен 33-й батальон под командованием полковника Джона Конрада Который впоследствии ослушался приказа вышестоящего начальства Вместе со своими людьми остался на территории погибающего мегаполиса и прервал всякую связь со штабом Дабы немного прояснить ситуацию, на место событий была отправлена наша разведывательная группа из отряда Дельта The Line это по большому счету очередной обычный милитари-шутер с системой укрытий Бегаем по заранее намеченному маршруту без каких-либо разветвлений Упиваемся скриптовыми моментами, смотрим катсцены и продвигаемся по сюжету Ну такой Call of Duty только от третьего лица и с тоннами песка Есть правда элементы тактического ведения боя с отдачей приказов своим боевым товарищам Но это все пребывает в зачаточном состоянии Взаимодействие с лейтенантом Адамсом и сержантом Луго сводится к простым приказам в духе Замочите-ка вон того чувака Чем собственно можно будет мочить? С собой разрешается таскать только два разных ствола, все равно каким Пистолеты, пулеметы, автоматы Арсенал в игре стандартный Ни большой и ни маленький, а в самый раз Очереди огнестрельного оружия можно будет сдобрить с тремя типами гранат Световой, наступательной и липучкой, цепляющейся к тому объекту, в который она была запущена Надо заметить, что выпадающая из поверженных врагов амуниция достаточно грамотно скомбинирована Вы не сможете пройти всю игру, вцепившись с самого начала в родной калаш Подходящим типом патронов падающие тела противников постоянно снабжать вас не станут Поэтому время от времени придется выкидывать винтовку и подыскивать ей замену Одним из главных козырей игры на стадии подготовки к релизу представлялся вездесущий песок Нам обещали, что во время боя может буря нагрянуть Или же, например, если разрушить какой-нибудь элемент интерьера, то можно засыпать врагов волной песка Да, все это действительно так Но только в специально подготовленных местах с использованием скриптов Ни о каком изобретательстве, случайных событиях речи не идет Все прописано заранее А вот что на самом деле оказалось козырем, так это сюжетная составляющая Тут все несколько лучше в сравнении с тоннами подобных шутанов Противостоять на протяжении игры нам будет тот самый 33 батальон, наши же соратники Почему, как, зачем, что случилось с Джоном Конрадом, придется разбираться Стереотипы есть Взять хотя бы нашу группу из трех бойцов Все прям по канонам Строгий, но справедливый Уокер Исполнительный и суровый Адамс И весельчак Луго Заезженные мотивы и сценарные ходы присутствуют Но всплывали они до этого разве что в кино и книгах, а не в играх Так что воспринимается здешняя постановка достаточно свежо Ну и как я уже говорил, это все гораздо лучше, чем банальщина среднестатистического боевика Вторым приятным моментом оказалось музыкальное сопровождение Вести жаркие перестрелки под вырывающиеся из динамиков звуки Deep Purple, Hush или Black Angels, Bad Vibrations Это действительно круто Причем соль в том, что эта музыка воспроизводится как бы не только для игрока, а для и персонажей Они слышат ее прям на поле боя и порой соответствующим образом реагируют Очень приятная мелочь, замечательно работающая на атмосферу Пара слов о мультиплеере Он не радует Народу маловато, дисбаланс разноуровневых игроков, да и вообще ничего особенного Но в скором времени должно появиться бесплатное дополнение с возможностью совместного прохождения Будем надеяться, кооператив не разочарует Spec Ops The Line – середнячок практически по всем своим параметрам Неплохое развлечение на пару летних деньков с достаточно бодрым геймплеем Ну а наша зеленая похвальная плашка достается проекту не в последнюю очередь За счет в меру оригинальной истории и хоть каких-то маломальски свежих штрихов На полотне военных стрелялок Поиграйте! Ну что ты стоишь, а? Давай! Ох, еб, промазал Ох, еб.